Мы приехали в отель Moine Bay Resort, показываю вам ресепшен. Очень колоритненько. Вот пока первое впечатление от отеля очень даже положительное, так визуально уже даже красиво. Сегодня мы будем обедать в этом отеле, так что даже вот там такой будет хороший бонус. То есть я вам даже покажу, не знаю, посмотрим это видео, или я, может быть, просто фотка вставляю, как это будет вкусно-невкусно. Мы с вами в номере Deluxe View. Ну, Севью тут слабенький, ну, видно море кусочком, но тоже хорошо. Здесь видна зона ресторана открытого, вот тут байкона. Кровать хорошая. Зона ТВ. И вот смотрите, какая здесь прозрачная ванна, то есть получается мы с вами закрываемся шторкой. Сейчас покажу ванну. Ох, какая ванна, конечно, очень красивая. Есть все туалетные принадлежности. Надеюсь, видно хорошо. Туалет. Ну, вот душ со шторкой. Вот с такой, то есть стекает у нас все с вами вниз. И вот такая у нас здесь ванна. Турция достаточно большая, я бы сказала, даже очень большая. Есть вот такой огромный бассейн. Есть зоны. Зона отдыха туристов, вот таких вот бунгальчиков. Очень сильный ветер, но еще раз вот вам покажу бассейн. Вот мы сейчас с вами вот двигались вот оттуда, с территории отеля. Еще раз скажу вам, что есть основное здание, а есть вот такие вот домички, бунгальчики, в которых мы живем. Мы с вами пришли на виллу. Вот такая здесь красивая кровать. Здесь большое зеркало. Вот такая зона у нас с вами. Здесь у нас, конечно, шикарный балкон. Два лежака. Можно загорать. Вот такая зона с креслом. Зона, где можно сделать чай, кофе. Здесь шикарный гардероб открытый. Есть тапочки. Душ здесь со стеклом большой. Это зона у нас умывания. Большое зеркало. Унитаз. И вот еще один вот такой у нас полностью. Душ под открытым небом. Смотрите, как красиво, так сделано красиво. Обалденно, колоритно. И у нас есть вот еще вот такая ванна джакузи. Это на виллах. Идем к пляжу. По территории, видите, уже как зелененько. Так приятно. Вот она зона ресторана. Вот она зона, где проходят вечерние мероприятия. Дикий ветер. Ооо, какие волны. Сейчас пойдем с вами к пляжу. Пляж белоснежный. Но волны. Уже красный флаг торчит. Зона зонтиков лежаков шезлонгов. Смотрите, как красиво. Это у отеля Мойна Резорт свой пляж. Мы немножко ушли от пляжа. Деревья защищают от такого более сильного ветра. Еще раз покажу вам бассейн. Мы продвигаемся вдоль него. И идем уже немножко по другой стороне. Идем немножко по другой стороне. Территория, еще раз повторю, зелененькая. Здесь какая-то сувенирная лавка. Здесь можно что купить. Спа-массаж. Есть детская площадка. Очень хорошо. Качельки, детская площадка. Все огорожено флешками, чтобы не заходили за территорию. Ну, там еще одни качельки. Мы пришли в номер суперер. Отеля Мойна Резорт. Есть балкон. Балкон есть во всех номерах. Сейчас я вам еще раз попробую. Из кровати. Есть вот такая типичная зона. Феном сказали лежать в талмочки. Есть тапочки. Есть чайный кофейный набор, минидар, халаты, отличный большой шкаф, в шкафу расположен сейф, тяжело немножко открывается. Сейф, пожалуйста, и пойдем к ванну. Здесь очень приятный запах, территория такая зелененькая. Ехать, конечно, из аэропорта около 4 часов, но уже как-то здесь мне нравится больше. Здесь закрыта душевая кабина и туалет. Сейчас я вам покажу, сейчас хорошо видно территорию. Теннисные корты, которые можно пользоваться. Кстати, спортзала в этом отеле нет. Это первая береговая линия по территории. Вон туда вот идете, попробую показать. Вон туда вот вы идете, курсорчиком направляю на пляж. Зелененькая такая красивая цветочная территория. Мы зашли в ресторан. Телемальный резорт. Смотрите, какая красивая зона у нас. Посредине ресторана. Красиво украшено. Машина кондиционируемая, хорошо самая. Вот. Доброе утро. Хочу рассказать вам про каталожную версию той информации, которую нам давали по отелю Mune Bay Resort. Четыре звезды. Находится отель в Mune. Значит, он идет семь километров до города, 250 километров до аэропорта. Это примерно четыре часа езды. Когда вы едете в Mune, вы должны понимать, что трансфер будет занимать какое-то время. Должны быть к этому готовы. Трансферы хорошие, кондиционируемые, поэтому местной жары вам чувствоваться не будет. Но четырехчасовой переезд, да, он есть. Значит, русского говорящего персонала в отеле нет. Хорошо говорят, кстати, по-английски в Mune Bay. То есть базовых знаний, в принципе, будет вам достаточно, чтобы объяснить какую-то минимальную информацию, скажем так. Депозит взимается в отеле. Это паспорт, как и во многих отелях. Территория отеля очень большая. Для вьетнамских отелей это очень большая территория. Она красивая, хорошая, очень зеленая. Очень мне вот в этом отношении понравился отель. Значит, здесь контингент. В принципе, очень много народу. Здесь вьетнамцы, корейцы, немцы, много русских. Важный момент китайцев в этом отеле нет. Им запрещено быть в этом отеле. То есть он для китайского рынка не продается. Для кого-то будет большим бонусом, потому что шумные все-таки товарищи. Так, что у нас по постройке. В 2010 году его построили. Состоит из основного здания и есть на территории бунгало. Очень хорошо, так удобно, компактно раскинуто по территории. То есть у меня расположение вот нет такого, чтобы непонятно было где ты. Нет, все очень хорошо, все очень понятно. Работает на трех типах питания. На завтраках, на фуллборде и на полупансионе, на завтраках, ужинах. В этом отеле, не знаю, для кого-то может быть будет минусом, нету тренажерного зала. То есть остальное у нас бассейн, теннисный корт, это все есть. Да, еще, кстати, из-за Муйне Бэй ходит бесплатный трансфер до Муйне. То есть это очень хорошо, то есть бесплатный шаттл будет ходить и обращайтесь на ресепшн, сможете проехаться, потому что он не в таком, как бы, в населенном районе, я бы сказал, что в начале Муйне. Так, что хотела еще сказать из некаталожной версии. Вчера мы обедали в этом отеле. Очень мне понравился обед. Персонал настолько обходительный. Не знаю, может быть, центра на санфогруппе, но я сомневаюсь, потому что очень вежливый. Доходило вплоть до того, что они стулья пододвигали и задвигали за нами в отеле. На обеде было очень приятно. Бесконечно обходительные. Очень понравилось, что все блюда как-то были вот украшены. Здесь понятно, что завтрак – это шведский стол, а потом уже идет что-то вроде аликарты, то есть выбор по меню. Оно устанавливается самим отелем, то есть вам может быть предоставлен только какой-то, например, список, и вы выбираете там курицу или рыбу, грубо говоря. Все блюда были очень красиво украшены. То есть, ребята, ковар подошел с уважением, большое ему спасибо, все было очень вкусно, кормят хорошо. То есть мы покушали, советую вам тоже. Это все еще у нас территория с вами. Мойный резорт. Смотрите, какой прудик. Как это все мило, красиво смотрится. Конечно, территория шикарная. Территорией я очень довольна. Это круто, здорово. Есть чем заняться. На территории, кстати, растут хвойные деревья и растут кокосовые деревья. Что же, круто, сегодня ветер. Мы даже видели, как один кокос упал. Надеюсь, головы у всех целы. Вот оно и кокосовое дерево. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова